Вы смотрите Громадское, я Ксения Туркова и сейчас мы будем говорить журналистом, писателем Максимом Бутченко, у которого вот прямо сейчас на днях должна выйти книга, роман, написанный на основе его семейной истории и истории Украины. Это роман о судьбе раскулаченного деда автора. Ну, подробнее об этом сейчас Максим нам расскажет. Максим, добрый день. Здравствуйте. Вот ты знаешь, сейчас все, конечно, обсуждают в последний год, обсуждают открытие архивов в Украине. Какую роль в написании твоего романа сыграло открытие архивов? Это тебе помогло? Да, ну, мне в первую очередь, конечно, интересовали свидетельства людей, потому что официальная оппозиция или советская история или уже некоторая степень украинская довольно такие понятные. Мне хотелось найти вот живые голоса, отголоски тех или тех годов для того, чтобы понять эмоции или личные переживания человека, когда он находится в селе. И вот к нему приходит несколько людей и говорят, давайте еду забирайте, забираем или там мы сейчас вас выселяем и все остальные вещи. И вот на самом деле я искал в первую очередь это. И есть довольно-таки много таких документов, например, есть дневники людей, которые вели в то время. Пусть это короткие какие-то такие, я бы сказал, наверное, сейчас бы сказали, это твиты, наверное, вот короткие какие-то рассказы, но они очень эмоциональны, такие маленькие записи. Поэтому в первую очередь мне, конечно, интересно было посмотреть вот с точки зрения восстановления голосов той эпохи. Ну и, собственно, по моменту того, что у меня есть личная персональная история, история моей семьи, которая передавалась из уст в уста, и эту историю вообще прятали, боялись, как-то ни странно, вот прошло много лет, и уже я помню это отчетливо, что я боялись даже говорить вслух об этом. Именно в семье или вообще? Да, да, вот как бы вот так где-то, чтобы кто-то услышал об этом, чтобы кто-то, может быть, не знаю, может быть, это какой-то такой инстинктивный страх, вот такой в некоторой степени исторически сложился, и вот спустя 40-50 лет до сих пор боялись об этом рассказывать. А с чего все началось, когда возникла идея этот роман написать, и сколько на тот момент, на момент появления идеи, ты уже знал о своей семье, вот и конкретно об этой истории? Я историю слышал поверхностно, прежде чем как-то начал все это вникать, я понимал, что где-то что-то происходит, а обратился я к ней, потому что у меня есть несколько книг о войне, и вот, собственно, когда я рассказывал о причинах войны того, что происходит на Донбассе, в 2014 год, вот эта ментальность, не знаю, Донбасс, ментальность Восточной Украины, и столкнулся с тем, что некоторые вещи иногда вот нельзя объяснить вот именно сейминутными какими-то тенденциями, 10-20 лет, и вдруг я вспомнил, что у меня есть очень хорошая история о моем прадеде, который был сильный волевой человек, он был замуженных крестьян, довольно-таки обеспеченный, и вот 30-е годы как раз застали его в тот момент, когда было изменение вот не только экономической карты страны СССР, если посмотреть, то 30-е годы это время большой коллективизации, ну и, собственно, строились заводы, точно сейчас до сих пор чем хвалится, но, почитав множество документов, оказывается, строились заводы именно за счет селян, потому что в начале 30-го года, в январе, был издан указ, сдача норм зерна, тем более, и эти нормы были невероятно огромные, человеку нужно было дать практически все зерно, начались процессы сдачи зерна, в села были посланы так называемые 25-тысячники, это добровольцы комсомольцы, которые ходили вот по дворам, стучали вместе с инкведистами, со спецслужбами и насильно забирали. И это зерно потом шло за крома, его продавали за границу, выручали золото, на это золото покупали всякий металл, покупали какие-то оборудования, все остальное, которое шло на большую стройку. Собственно, вот большая стройка была оплачена вот кровью, вернее, ну и кровью, собственно, и жизнями крестьян. А что общего ты увидел? Ты говоришь, что натолкнуло тебя на это, натолкнули современные события, то есть ты увидел что-то в нынешней войне, уходящее корнями туда, в 30-е годы. Было интересно, как вот люди потеряли независимость мышления. То есть я общаюсь множество с людьми, тогда в 2014-2015 году столкнулся с тем, что люди очень легко манипулируемые, и они практически не уникают, не анализируют множество вещей. Вот эта потеря мышления, потеря частного, своего определения в жизни за то, что они что-то ответственное, она очень значима. И мне хотелось понять, когда же это произошло. И вот я перебирал эти все исторические эпохи, и вдруг я понял, что в 30-е годы был слом не только экономической модели, как я начал говорить, а ментальный слом. То есть в то время селянство было таким относительно независимым мышлением от большой коммунистической системы. Если посмотреть на все вот это, помимо коллективизации, в которую были вовлечены множество рабочих классов, так называемых, жителей городов, то селяне относительно были независимыми, отвечали сами за себя, жили свою жизнь. У них особенно такие замужные крестьяне. Например, у моего прадеда была паровая зерна, мукомолка или что-то такое подобное. В общем, какие-то такие даже технологические вещи. Приспособления какие-то. Да, да. И вот в какой-то момент люди потеряли это. И мне хотелось понять, где же перешли мы эту черту, когда человек, во-первых, стал зависим в системе, стал легко манипулируем и потерял чувство ответственности. Мне очень понравилось выражение Эрика Фрома, он еще в 60-х годах написал такую фразу, сказал, что в какой-то момент люди отдали ответственность за себя специалистам, политикам. И вот в Украине и, собственно, и вообще в постсоветских странах люди отдали ответственность за строительство своей страны политикам, ругают их, но мало что делают и не ответственны за свои действия. Вот очень важный момент, что когда я говорил, разговариваю сейчас до сих пор с этим или ими, в 2014 году, и сейчас я говорю, вы же сами виноваты, вы же кричали Россия, приди, Путин, помоги и все остальное. И они понимают всю сложность ситуации, но не признают ответственность за свои действия. И вот эти корни вот этого всего ментального слома, я уверен, что были в 30-е годы, и оно переломило, вообще как бы вот переписало ментальный код Украины, особенно восточную Украину, потому что если посмотреть на количество раскулаченных, вообще вывезено из зерна, то самое большее это было в Украине и на востоке, и в центре восток Украины. И, собственно, вот это стало такой, как сказать, историческим корнем событий нынешних, которые были. И мне интересно было восстановить это событие не только с точки зрения, что я выговариваю за свою семью, и иногда писалось сроки, и такое ощущение, что как будто я разговаривал с дедом. То есть это какая-то есть, не знаю, прадеда, мистичность какая-то. А вообще-то ты застал прадеда? Нет. Ты не разговаривал с ним никак? Нет. Ну, я его знаю по описанию. Это был такой довольно-таки большой, волевой, суровый человек, который, его обвиняли, что он кулак, а он поднимал кулаки свои и говорил, какой я кулак? Я кулаками работаю, кулаки под голову ложу, когда сплю. То есть он был такой образец, такой очень хороший образец вот такого уникального мышления в стране, где всё подчинялось общим правилам. Вот он как бы старался выходить из этих всех, выбиваться из этого ряда. Так его судьба, вот если так коротко, у него была трагическая судьба? Я не могу рассказать конец, потому что нужно дочитать. Ну, она впечатляющая, я бы так вот сказал. А что нового ты узнал об истории Украины, когда я это писал? Для меня, конечно, важно было посмотреть на реакцию людей, вот простых людей. То есть как они воспринимали, вот, например, эту коллективизацию и раскулачивание. И как это ни странно, большая часть из них соглашалась. То есть протестовали, лишь какая-то часть, небольшая людей, ну, не знаю, там 30% от всех. И как они протестовали? Сначала они там соглашались, потом, когда уже понимали, что их обрегают на голодную смерть, они там были какие-то восстания крестьянские, уходили в лес, и через какое-то время становилось понятно, что у них нет политических лозунгов. То есть единственное, что они хотели оставить их в покое. Поэтому какая-то часть возвращалась опять в село, какая-то сдавалась, и вот эти вот крестьянские восстания очень легко подавлялись. И вот это соглашательство в какой-то момент становилось ключевым вообще моментом в истории, в раскулачивании и предвестник Голодомора. Потому что, как известно, Голодомор именно произошел по причине раскулачивания, потому что людей нечего было кушать, нечего было сеять и все остальное. И второй момент мне, конечно, очень поразил и впечатлил о том, когда происходило раскулачивание, приезжали татинководисты, и сразу же стояли люди, так называемый комитет бедноты, возле этого дома. И как только люди увозили на этих санях или на телегах, сразу же в дом вырывались десятки людей, их хватали все подряд, разграбливали этот дом, выносили к себе. Абсолютно такое узаконенное, и это все соглашались с этим. То есть, по сути, это было разграбление. Тут такое узаконенное разграбление, и люди были соучастниками беднота. И как поиначе, иначе как варварство, это мне тяжело очень назвать. И вот эта вся история, мне хотелось восстановить детально вообще психологию этого человека. как все происходило, в каком он жил в мире, как это все окружалось. Мне хотелось понять, как-то сформулировать, пощупать, что мы потеряли, что изменилось. Вот Говорухина Россия, которую мы потеряли давно-давно, да, вот Украина, которую мы потеряли. И мне хотелось к ней вернуться. То есть, что-то там было упущено, и что-то пошло не так. Да, что-то как-то изменилось, надломилось в нас самих. Почему вот эти все события 2014 года так легко были восприняты? Почему люди так легко воспринимают сейчас пропаганду, легко манипулируются? Где вот это ответственность за свои действия? То есть, тогда что-то позволили с собой сделать, и сейчас позволили? Тогда начали позволять, а сейчас это вот последствия большие, глобальные, того, что происходит. И даже банально, вот простое, я вот размышляю на том, что поехать на восток Украины или на запад, сразу видеть разница в том, как ведется домашнее хозяйство. То есть, практически везде в западной Украине очень хорошие дома, ухоженные, города маленькие, особенно на восточной Украине, они разбиты, они депрессивные, и это очень тяжело на это смотреть. Не то, что там плохие люди живут, просто вот что-то есть в ментальности, что-то есть в психологии такое, какая-то рана незажившая, вот эта вот язва, она кровоточит до сих пор. Ты говоришь, что тебе очень хотелось восстановить в деталях вот всю эту ткань жизни тогдашней? Это удалось благодаря работе с документами или что-то ты еще делал, чтобы это восстановить как можно точнее? Куда ты ездил? Ну да, я общался с многими людьми по поводу этого, то есть я консультировался. Для меня, конечно, важнее было подать эту историю живой. То есть, если, ну, когда писатель пишет, конечно, он создает некоторый мир для себя в первую очередь, и когда он читает, потом эти слова или перечитывает, или заново пишет, и он начинает прочувствовать их, ну, или плачет над каким-то текстом, то есть этот текст проходит через него. Наверное, в первую очередь мне хотелось, может быть, даже какая-то реабилитация себя, может быть, своей семьи, может быть. Я не знаю, почему так произошло, но эта история очень хорошо коснулась меня и тем людям, которые я давал читать. И в издательстве вышло, и хорошие отзывы были, и оно вышло хорошим тиражом, довольно-таки большим для Украины. И мне хотелось, чтобы пережить вот такую психологическую адаптацию, наверное, к реальности, психологический возврат, наверное, скорее всего. И вот когда я закончил эту книгу, мне как-то легче стало говорить о том, что должно было бы и бы. Да, но это часто так бывает, что когда это проговоришь, то потом... И еще очень важно о том, что все-таки мне кажется, что украинцы в нынешней ситуации, они больше обращены в историю, нежели в нынешнее положение. Ну, в частности, в литературе. То есть у нас есть политические какие-то вопросы, дискуссии, сварки и все остальное, но они все в Фейсбуке или в социальной сети, в культуре практически нет. То есть я не вижу в литературе, чтобы мы поднимали вопросы современности. А почему так происходит? Потому что мы как нация, как подросток, узнаем свою фамилию, свой род, свою семью. Мы возвращаемся к себе. Обычная, вроде бы банальная вещь вернуться домой, но она очень важна. Вот эти все потерянные вещи советской истории, советскими историками затерты. Хотелось бы их восстановить. Я очень хотел бы привести пример, который мне очень сильно касается, по поводу, вот есть российский писатель Дмитрий Бакин, вернее, он уже умер. Он малоизвестен, но он написал несколько книг, очень выдающихся, на мой взгляд, и очень много говорит о недвижимости. Он сравнивает человека с деревом, он говорит, что недвижимость лучший движения, он говорит о людях, которые парализованы не телом, а сознанием. Вот как будто вот этот... Недвижимость не в смысле квартиры, а в смысле состояния. Недвижимость в смысле состояния человека, состояния души. И вот то, что сейчас происходит в России, мне кажется, вот эта недвижимость, вот эта парализация общества, сознания, культуры, она в некоторой степени очень находит какие-то отголоски в литературе. Я не знаю, почитать Сорокина, Тилури, или Пелевина, который постоянно возвращается к этой теме. И они говорят о состоянии и пытаются его осмыслить, пережить. В Украине не говорим о настоящем, мы говорим о прошлом, потому что для нас это важнее, нежели современность. И вот эти вот все вещи исторические, это тоже вот такой способ реабилитации. В России он одним способом происходит, у нас совсем-то другой. Но в России, к сожалению, не осмысливается прошлое как раз. Ну, оно осмысливается в каком-то таком очень идеологическом, нужном для власти момента. То есть это очень-очень важно. Есть люди, которые условно-оппозиционные, там, писатели, и вот они все-таки говорят о том, ну, как бы, Сорокин говорит, что Россия вернулась в Средневековье, например, вот он недавно довольно-таки сказал об этом. И в книге, в последней, вот об этом говорит сам Анарага. И все эти вещи, они противопоставляются какой-то официальной линии. Ну, она единичная, она, как бы сказать, такая оппозиционная. У нас нет официальной линии, слава богу, я очень хочу, чтобы у нас не было официальной культурной исторической линии. Я хочу, чтобы вот это восстановление, оно было личным, персональным, историческим восстановлением, чтобы то, что касается человека, и он об этом писал и говорил. А вот, кстати, о литературе. Достаточно в Украине литературы именно о том периоде, о котором ты писал? Ты, наверное, изучал? На самом деле, этих книг практически нет. То есть, есть документальные книги, но художественных нет, особенно нет персональных историй. Поэтому, собственно, и издательство приняло эту книгу, потому что тема, она не заезжена. И когда вот я общался с редактором издательства о том, чтобы писать следующие книги, он назвал мне «Десятки белых пятен», которые мы, собственно, и не знаем. Поэтому вот возвращение к истории, к самому себе, украинцам нужно еще сделать много ступенек пройти, много километров. А что ты посоветуешь тому, кто хочет, вот сейчас посмотрит интервью, захочет тоже узнать свою семейную историю, необязательно написать роман, а просто узнать и получить какие-то свидетельства, что ему делать? Ну, конечно же, есть базы некоторые, уже открытые базы по поводу репрессированных. То есть, если эта история трагическая, человек будет находиться, там есть короткое описание этих семей. на самом деле, восстанавливая родословно, человек восстанавливает себя. То есть, вот эта сопричастность, вот эта линия генеалогическая, она показывает человека не как, ну, условно говоря, если образом, как заброшенный куст в степи, который посередине одни пески какие-то, а человека, в котором вокруг лезда, и он понимает, что он сопричастен к чему-то большому. Вот эта сопричастность, она меняет мировоззрение человека на современность. Я, например, понимаю, что мой дед такое что-то там делал, и я в некоторой степени горжусь, и я понимаю, что инстинктивно, может быть, где-то на каком-то уровне, что я должен что-то такое сделать. И это некоторая ответственность перед своим прошлым, перед своими предками. Поэтому нужно, конечно, восстанавливать свою родословную разными способами. Сейчас уже есть несколько таких возможностей, даже не выходя из дома. Ну, и по возможности, конечно, если эта история трагическая, хорошо было бы там где-то зафиксировать, где-то написать. Может быть, это блог, может быть, маленький текст. В любом случае кто-то будет это использовать. Потому что я очень много свидетельств прочитал разных вообще, которые не касаются именно конкретно этого периода, но мне интересно были, как происходил вывоз людей, как людей. Вот, например, когда я интересовался вывозом раскулаченных, я читал, как вывозили крымских татар из Крыма. И там тоже очень много таких интересных историй, которые очень впечатляющие. Роман Куркуль выйдет в других постсоветских странах? Ну, я очень надеюсь, что он выйдет в Британии, потому что есть такая в этом вероятность. А почему именно в Британии, а вот не на ближайшем каком-то пространстве? Ну, пока я об этом не могу сказать. Ну, в Британии, потому что там есть британский издатель, и ему интересна эта тема, и, может быть, об этом выйдет. И, может быть, в Голландии. То есть, тоже есть вероятность, по крайней мере, издатель заинтересовался. Мы говорили с журналистом, писателем Максимом Бутченко, у которого на днях выходит роман Куркуль, посвященный судьбе его раскулаченного прадеда. Редактор субтитров А.Семкин